Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную галу Вайра, где Всевышний начинает делать первые семь казней для фараона, который отказывается понимать, что есть у этого мира Творец. И если Творец говорит, что этот народ нужно отпустить, его нужно срочно отпустить, фараон отказывается это понимать и принимать, Всевышний посылает ему десять многоизвестных казней. В наших недельных главах мы можем выучить и должны выучить самый главный урок для каждого из нас. Всевышний меряет каждому человеку мера за меру. Тот, кто решает делать заповеди, добро, хорошие дела, получает награду. Человек, который решает делать грехи и идти против Всевышнего, неизбежно получит наказание. Где мы это наглядно видим в наших главах? Например, когда Аарон узнает, что Муше, его младший брат, теперь является спасителем еврейского народа, что Бог ему открылся и назначает именно его спасать еврейский народ, он искренне радуется в своем сердце. Говорит ему Всевышний, раз ты радуешься искренне, в тебе нет ни капли зависти, что твоего брата выбрали, а не тебя самого. В награду ты получаешь награду, что ты теперь будешь первосвященником, который в храме будет носить специальные 12 камней на своем сердце, на твоем чистом сердце, которое умеет радоваться за других и ни капли не завидует. Мера за меру. Или когда Муше Робейн, его мама, вынуждена его отправить по реке в маленьком кораблике, то его сестра Мириам сказала, я не могу оставить своего брата одного, я должна пойти посмотреть, что же с ним будет, я не могу уйти. И она пошла на речку смотреть и ожидать, что же будет с Муше. За то, что она пошла его ожидать, через какое-то время, когда Мириам заболеет, получит наказание и будет вне стана, весь еврейский народ будет ее ждать. Она ждала, что будет с Муше, она получает награду, что весь народ будет ее ждать. Или последняя иллюстрация, что когда Муше шел к фараону говорить, фараон, давай отпускай народ, с ним должны были пойти все еврейские старейшины. Но старейшины начали движение в сторону дворца, и постепенно один за другим убежали и скрылись. Они испугались идти к фараону. В наказание, когда Муше через какое-то время пойдет на гору Синай, старейшины уже не имеют права с ним идти. Вы не пошли с ним к фараону, вы на гору Синай с ним уже не пойдете, и там была специальная граница для старейшин. Мы наглядно видим во всех этих случаях и историях, и этих иллюстрациях, что наш мир — это закрытая система. Есть закон сохранения духовной энергии. Ни один наш поступок не исчезает в никуда. Каждый поступок будет либо награжден, либо наоборот. Давайте выбирать добро, давайте делать заповеди, и наш милосердный Всевышний всегда будет давать нам только награду. Спасибо огромное!